Тайные эпосы Джангар Персонаж Шумус В эпосе, так же как и в других жанрах фольклора, часто фигурируют нечистые силы. Демоны-мусы с множеством голов, злобные мангасы и шумусы-искусители. Помимо этих персонажей в буддийской космологии существует множество разных существ и демонов. Но мы сегодня говорим о шумусах. В фольклоре шумусы – низшие мифические существа, приносящие вред людям. Есть много разных историй, реальных по убеждениям самих рассказчиков, где шумусы выступают как путевые вредители. Многие думают, что шумусы пришли к нам из дубодийских времен, но это не так. Само слово «шумус» – эпитет демона Мары. Мара – правитель шестных небес мира страстей, божество. Как писал ученый-востоковед Алексей Матвеевич Позднеев, на санскрите «шиманаша» означает «уничтожитель спокойствия». В буддийских судрах, написанных на айратском языке, «шиманаша» пишется в трансвитерации «шимануши», которое, в свою очередь, в живой речи перешло в шумус. В калмыцком языке есть суффикс множественного числа «эс», например, «заус», «хорхас» и так далее. Поэтому наши предки восприняли это слово во множественном числе, а слово «шумэ» стало обозначать Мару единственным. В переводе с санскрита слово «мара» имеет несколько значений – разрушение, убийство, смерть, препятствие, несущие погибель. Со словом все понятно, теперь узнаем, кто такой Мара. В буддизме Мара, в первую очередь, известен тем, что он вредил Сиддхартхе. Он всю жизнь преследовал Сиддхартху на духовном пути. В тот момент, когда великий учитель сел под деревом бодхи, Мара направил все свои силы, дабы помешать гаутами, достичь просветления и стать Буддой Шакьямуни. Также Мара – персонаж некоторых калмыцких легенд, где народ высмеивает его глупость. В одной из легенд шел мус, он же Мара, смастерил тофшур. Тофшур – музыкальный инструмент, не путать с танцем тавшур. Но его тофшур оказался неблагозвучным. Тогда шел мус отправился к Будде, чтобы узнать причину неблагозвучия инструмента. Будда, рассмотрев инструмент, указал на причину. И поэтому с тех пор людям, играющим на тофшуре, шел мус не может причинить вреда. Из книги «Осорин Утмасун» – «Мифы и легенды и предания синдзянских айратов и калмыков». Но это не означает, что Мара – реальный демон. Он лишь символ воплощения неосознанности, воплощения эгоистического ума. Ум по своей природе суетлив, беспорядочен, эгоистичен, привязан к страстям. Такой ум и есть самый настоящий шел мус. В героических сказаниях монгольских народов шел мус часто выступает в образе ведьмы, обернувшейся прекрасной небесной девой, пытающейся отравить путника с целью высосать кровь жертвы железным клювом. Этот мотив популярен в эпосе «Джангар». Представляю вашему вниманию пример, о котором можно рассказать подробнее. В малодербетской версии «Экибухусаско Аймака» и «Эляноулан Дугрык» есть глава о подвигах строгого санала. По сюжету этой главы, хан Джангар, узнав о том, что хан Заринзан Тайша планирует нападение на страну Северную Бумбу, решает нанести упреждающий удар. Поэтому он отправляет богатыря строгого санала. Угнать табун лошадей требуется для того, чтобы ослабить врага, лишить его конницы. Строгий санал отправился в путь. Проскакав ровно три месяца, герой встречает прекрасную девушку. Три луны проскакал санал, юную девушку встретил он, и пораженный заметил он. Ясному солнцу, подобно она, месяцу ярким сиянием равна, и пиалу преподносит она. Милый брат, не смешите малю, а раку оцените мою. Как указывалось выше, Шумус в образе ведьмы принимает вид прекрасной девушки. Преподносит араку с целью отравить путника. Строгий санал понимает, что что-то здесь не так. Как она появилась вдруг, в этой нетронтой дикой стране, где не видно жизни вокруг. Это дело не нравится мне. Подтворяется ловка она, нет сомнения, бесовка она. Строгий санал отказывается от украшения, на что девушка злится и принимает истинный облик. 70 дней она проследует санала. Тогда герой достает священный меч Алого Хонгара. Здесь следует обратить внимание на эпитет «священный меч». В оригинальном калмыцком тексте меч называется «Бильгин Шарэ Ульде» – «желтый меч мудрости». Желтый цвет указывает на учение Будды. Мудрость необходима для достижения просветления. Мантра «О мани падмехум» переводится на русский язык так. «С помощью метода и мудрости я преобразую свои тела, речь и ум, в тело, речь и ум Будды». Этим желтым мечом мудрости строгий санал уничтожает демона. И санал обнажил стальной, 70-саженный меч, Алого Хонгара – священный меч. Обернувшись к бесовке лицом, измахнув необъятным мечом, отрубил он железный клюв. А потом, коня повернув, налетел на красавицу вдруг, разрубил ее на куски, разбросал останки вокруг, их потом унесли пески. Как следует воспринимать этот мотив? Конечно, многие могут просто подумать, что это просто сказка, как и весь эпос. Но эпос далеко не сказка. Поход героя эпоса – духовный путь, путь учения Будды. Через такие сюжеты эпос учит нас мудрости, а враги в джангаре – враги внутренние, нереальные. Герой в данном случае – строгий санал. Три месяца скакал по степи, символ начала духовного пути. Шоумус в образе прекрасной девушки, предлагающей питье, желание и привязанность ума. Прекрасная девушка, равная сиянием ясному месяцу, в лечении к противоположному полу, а рака символизирует жажду. Каждый, начинающий свой духовный путь, обязательно столкнется с омрачениями ума. Строгий санал распознал в девушке Шоумуса. Также и буддист должен суметь распознать омрачение ума, найти своего Шоумуса. Далее герой пытается скрыться от весовки, но она его все равно догоняет. Также нельзя убежать от негатива, рожденного в уме. Его можно только победить. Строгий санал с помощью желтого меча мудрости уничтожает Шоумуску. Так и практикующий должен с помощью мудрости учения Будды победить негатив ума, понять его природу, переступить через свои страсти. А это значит победить самого себя. В этом и заключается величайшая победа. Таким образом, не следует воспринимать деяния героев эпоса как волшебную сказку. Как воинственному народу объяснить тхарму учение Будды? Только через военные походы и деяния великих героев. Эпос Джангар не сказка. Это учение о мудрости. Надеюсь, многие читатели эпоса посмотрят на него с другой стороны и начнут анализировать мотивы и извлекать из него мудрость, так необходимую нам жизнь. Освобожден я от ловушки Мары, божественной или людской же. Освобожден от Мары Путья, ты побежден, кончинный Созидатель. Очертир Батаев. Команда канала ЗАН Онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо. Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Цыденов.